Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Зачем священник кадилом машет? Так приносится Богу бескровная жертва. В кадиле сжигаются ароматические вещества, и душистый дым, фимиам, возносятся в небо. Кадила состоит из двух обычно асферических половинок. Нижняя называется чашей, в ней находятся горящие угли и лежащий на них ладан. Верхняя – это крышка чаши, которая очень похожа на купол храма, увенчатый крестом. К крышке и чаши с трех сторон крепятся цепочки. Иногда на них бывают звонцы, шарики с металлическими ядрами. При кождении они мелодично звенят. Этой традиции не одна сотня лет. Каждение совершается еще с апостольских времен. В Ветхом Завете Господь повелевает Израилю в числе других даров истинному Богу приносить и ароматы благовонного курения. Указывает и особый состав ароматических веществ, в который входит чистый Ливан. Так называется душистая древесная смола, которую собирают с деревьев и кустарников, произрастающих в восточных странах, в том числе и в Ливане. Отсюда и название, но в русском языке это слово постепенно превратилось в ладан. Давайте выделим некоторые смысловые значения кождения. Дым кадильный символизирует Божию благодать, которая подобно дыму окутывает верующих в храме. Есть молитва на благословение кадила, в которой священник просит Господа, чтобы он не спасал верующим благодать Духа Святаго. Непередаваемое благоухание Фимиама призвано возвышать и окрылять чувства верующих, отрывая от обыденности и земной суеты. Ладан, благолепие иконописи и архитектуры, красота церковного пения являют образ неба на земле. Ни одно богослужение не проходит без кождения, и это действие и само кадила имеют глубокий символический смысл. По толкованию святых отцов огонь, кадящих углей знаменует божественное начало Христа, сам уголь – его человеческую природу, а Ладан – молитвы людей, приносимые Богу. В Священном Писании есть множество примеров воскурения Фимиама, приношения его в жертву Богу. Например, волхвы принесли младенцу Христу золото, Ладан и Смирну. В Ветхом Завете приносили в жертву Богу благоухающий Фимиам. Кождение, как преобразовавшее собой благоухание подвига Христова, настолько приятно Богу, что Моисей в Ветхом Завете кождением Ладана остановил Божий гнев на Израиль за непослушание. Кождение бывает полным, когда оно охватывает весь храм, и малым, когда кадят алтарь, иконостас и предстоящих людей Самвона. Архиепископ Фессалоникийский, блаженный Симеон, разъясняет о кождении так. Кадила служит к тому, чтобы в нем вместе с Фимиамом приносить Богу огонь, как служебный ему, ибо Создателю всяческих прилично приносить дары от всех стихий, и свет, и воду, и земные произведения, как то, хлеб, и вино, и воздух, который изображается Фимиамом, разрешающимся в воздухе и прочее. Огонь, как вещество, сожигающее, освещающее и согревающее одушевленных, изображает также божество. Кадила и огонь служат еще для принесения Фимиама, который приносится нами в честь Богу и как дар благословенный в честь его упокоения и ради нашего освящения. Рекордная кадила – Батафумейра из Сантьяго де Кампастелло. Батафумейра – это испанское слово, что в переводе на русский язык означает «испускающий дым». Так называется самое большое в мире кадила, которое находится в соборе Святого Иакова, испанского города в Галисии. Оно весит более 80 килограмм и подвешено к потолку канатом. В такое кадила вмещается 40 килограмм ладана и углей. В движение его приводит 8 человек. Чтобы воскурить в нем Фимиам, необходимо раскачать чашу с углями до скорости 60 километров в час. Перед началом кождения священник произносит молитву. «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш. Воню, запах, благоухание духовного. Ежи прием в пренебесный мысленный твой жертвенник, что вознес нам благодать Пресвятого Твоего Духа». Такими словами Батюшка просит в ответ на молитвы людей послать на них благодать Святого Духа. Видимый дым кадила – это образ невидимой Божией благодати, поэтому в ответ накаждение принято склонять голову. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!